Нападение на журналистов и активистов в Одесском регионе не редкость. Зачастую такое насилие связано с профессиональной или общественной деятельностью. 31 июля в 8 часов утра трое неизвестных напали на общественника Владимира Букача. На тот момент он занимал пост помощника директора порта Черноморск и был членом комиссии по аудиту. А попросту воровства бюджетных средств. В результате нападения у активиста была сломана челюсть, в черепе появилась трещина. Также мужчина получил сильное сотрясение. По факту было возбуждено уголовное дело, но несмотря на имеющиеся доказательства, фото с камер наблюдения зафиксировавших автомобиль нападавших, следствие топчется на месте. По словам Владимира Букача, застой в расследовании касается не только его дела, но и десятков идентичных следствий, связанных с нападением на журналистов. Физическое насилие было в отношении журналистов, активистов, правозащитников. И вот сейчас уже встал вопрос о том, что уже ведем переговоры и есть тенденция к тому, что они будут объединяться, потому что кроме нас никто нас не защитит. Пострадавшие твердо намерены объединиться и защищать свои интересы. Мишель Арманд, Евгений Руденко, 7 канал.